Привет, Кокотон. Я Сергей Степура. Я представляю проект Orient.me. Это продукт, который позволяет очень легко навигироваться по изображению или по фотографии карты в отсутствие интернета и какого-то источника получить оффлайновую карту. Представим такую ситуацию, что вы попали в Париж, в Диснейленд, там огромнейшая территория, и вы уже ходите полчаса и ищите ваш нужный вам аттракцион, красный дракон, и никак не можете его найти. И вот тут помогает наше приложение. Вот я, кстати, наверное, все-таки собираюсь туда попасть. Я себе уже... А, напомню, что еще это кроссплатформенное приложение. Оно у нас установлено на iPad и Android. Вот здесь я уже поставил, поеду в Диснейленд. Итак, мы сейчас продемонстрируем, как работает приложение. Продемонстрирую Сергей Шамбрук, который присоединился к нам на катоне, нашу команду, и очень серьезно ее усилил. Спасибо, Сергей. На входе в любой парк аттракционов, как в Диснейленд, вы обязательно увидите большой плакат с картой. Его вы можете сфотографировать сразу, а мы сегодня выберем его заготовленные из библиотеки. Вот. Вот замечательный парк. На любом плакате подстрелительная табличка «Yo here», чтобы вы не заблудились. Настроить приложение, чтобы оно работало с картой, очень просто. Для этого достаточно всего два простых шага. Первый шаг – это пользователя просит сопоставить начальную точку и точку на карте, которая там укажена. Это делается простым движением пальца. Мы закончили, жмем на кнопку «I'm here». Нажали, следующий шаг, чтобы закончить настройку, нас просит прогуляться. Сейчас приложение на патте в виртуальном режиме, и оно нас провожает. В это время мы можем вертеть, зумить в старту, посмотреть, где мы сейчас находимся. По результату мы сейчас дойдем до ресторана, там остановимся, нам это место понравилось, мы видим, где мы находимся. Мы приложение зумим так, чтобы мы действительно были там, и заканчиваем настройку нажатием на кнопку. Все, теперь от нас ничего не требуется, мы просто наслаждаемся парком, посещаем интернацион, идем к чеширскому коту и наслуждаемся парком. Все просто. Спасибо. Ну, собственно, как видно из демо, наше приложение позволяет очень легко без наличия каких-то оффлайн-окарт, либо онлайн-окарт, взять и сориентироваться в неком неизвестном месте. Для этого нужно просто сделать фотку и откликровать ее. План на будущее. Мы хотим далее сделать, чтобы пользователь мог в процессе движения корректировать свой трек, по которому двигается. Еще есть идея собирать наборы этих карт, и если вдруг вы выходите за пределы карты, приложение само вам подставит следующую фотографию, если она уже есть. Приложение реализовано на технологии Adobe Air, просто платформенное, работает на iOS, на Android. Собственно, вот и все. Вот такое простое приложение, которое сможете изводить. И позволит не потерять времени и хорошо провести время. Спасибо. Сейчас мобильный суббитник готовится к КАК-ВМ-13 и задайте пока вопрос. Да, пожалуйста. Можно закрутить карту в каком формате? Карту приложения. Зачем? Мы иногда есть идеи, он и вопрос. Мы рассматриваемся с ситуацией, когда мы попадаем в какое-нибудь место, у нас нет роуминга, нет интернета. Есть билборд, на нем карта. И мы вот такие круглии берем и ориентируемся в пространстве. Ну, возможно, пользователи между собой потом смогут расшаривать эти карты, чтобы обмениваться картами парковых извлечений и уже откалиброванными с комментарием. Я думаю, что встречается. Будет на App Store и Google Store. iOS версию, к сожалению, надо подписывать, а Android версию можем выкнуть в Google карту. iOS версию, к сожалению, Вот оно, надо подписать приложение, и будет сертификатом. А будет в Лисе, и дать вам тюрьмы. Спасибо.